ну короче ребят всем привет с вами ставим криву канал сегодня мы поговорим о так сказать колеса пасак aliexpress я уже катаюсь на этих колесах около двух двух лет то есть что скажу накат прочность колес очень хорошая вообще просто идеально все хороший накат вообще хорошие колеса я помню на вот этих ободах задними колесами налетел на бордюр причем сильно так только спасло только большая бортовка которая у меня раньше стояла вот а так в принципе просто колесо немного повело то есть восьмерочка я подровнял и все нормально стало именно в чем проблема в этих втулках пасак а вода можно даже не затрагивать внимание потому что они в принципе удовлетворяют всеми потребностями в плане прочности но не такой конечно как у импортных там и так далее но двойные вода и пистонирование как бы отрабатывают свои деньги вот поговорим мы конечно же о оське то есть вот вот это вот очка она идет алюминиевая как вы видите да то есть она легкая да очень хорошо на при принципе она проще так сказать прочная вот у меня такого характере езды найти вот прыгать везде постоянно вот траплин вот ну да это конечно жестко для таких втулках для обычной езды кросс-кантри и так далее в принципе в такие втулки очень хорошие в плане ось алюминиевая вот плане того что выдержит ли они каких-нибудь нагрузки да не выдерживают нагрузки но за эти два года с моим весом то всего лишь 60 килограмм вот представьте да я прыгал от представьте вот если человек будет 70 80 90 килограмм вот если он будет прыгать то он у него за один сезон может быть сломается то есть как мы знаем что алюминий у нас сам по себе там металл он гибкий да вот и такой металл очень хорошо накапливает усталость то есть это называется усталость металла я на просто от усталости лопается в том месте где самая большая нагрузка то есть середина то есть она идет на излом вот эта ось это с это втулки а вот это вот это я брал моего друга который тоже сказать увидел мои колеса и хотел тоже заказать такие посадки но я им сказал ему покупать принципе это было год назад но еще даже не имел понятия то что такие и такая такая ось лопнет вот она у меня лопнула просто из-за того что я вложился в поворот то есть в богу как грубо говоря влево повернул резко меня сразу повело заднее колесо но я только остановился посмотрел то есть пошатал колесо она у меня болтается то есть вроде чуть-чуть шатаешь она не шатается а вот как начнешь силы то тогда она будет начать шататься то есть она держалась принципе и вот эта ось все вот это вот вся втулка держалась только чисто на этом эксцентрике за то что она обтягивает вот она не вылетела колесо слава богу что я сделал после этого после этого я разобрал ее со сломанной оси она мне очень легко разобралась то есть здесь вот у нас стоит барабан с кассетой то есть у меня кассета выпала вместе с этой полуоськи а остальное вышло что я сделал я сделал точнее я пошел к услугам токаря и выточил ось из стали уже только уже на болтах то есть у меня сейчас я только и установил еще даже не обкатывал но хотелось бы поговорить о таких вот очках не скажу то что они плохие не скажу то что их нельзя покупать такие колеса но сейчас на рынке алиэкспресс в принципе много разных втулок дешевых то те же козер те же там какие-то там крс это и так далее там фиг там выговоришь могут быть даже и на 15 и на 20 оси чё прикол но у меня такой рам рамы нету по 12 миллиметровые с задней втулки вот у меня на эксцентрике я конечно же ссылочку оставлю где я покупал эти колеса это у меня диаметр 26 вот о передних на передних колесах я не буду говорить точнее втулки потому что в них принципе нагрузка пока на каждый подшипник скажет страны нагрузка равномерная чем здесь из-за того что у нас здесь стоит барабан с кассеты теперь поговорим о проблеме то что касается сзади втулки моего друга чем был чем был прикол вот вдруг мой заказал тоже колеса пасак 29 только но красного цвета красного цвета втулки и так далее вот он приобрел их пришли не он поставил и начал кататься катался нормально принципе где-то примерно недельку наверно грубо говоря вот он покатался и у него просто напросто слизлись так сказать его упор барабана где идет у нас непосредственно собачки или сухарики как он как вам удобно крутишь вперед педаль у него тупо прокручивается барабан то есть мы разобрали эту втулку выбили ось оказалось как когда мы разобрали эту втулку и разобрали мою втулку оказалось то то что до оси одинаковые размером по размерам оси одинаковые но сейчас я если приближиться вот у него есть здесь смотрите видите у него здесь есть один задир то есть это у нас получается стоял здесь подшипник стоял у меня подшипник смотрите как то есть ровно поэтому поздно то есть мы разобрали и вот эти вот которых песен проставочные цилиндры между подшипниками у меня был в принципе хороший то есть нормальный длины то есть от подшипник это подшипника 9 непосредственно посадочное место для них выточено а у него оно было меньше на 3 на 3 миллиметра на грубо говоря из-за этого из-за того что подшипники так сказать близко были и сам сам вот эту часть барабана с подшипниками которые идут уже в присовывание туда в барабан они были через чур утоплены промбо втулку из-за этого и там все вот это храповая конструкция эта храповая конструкция просто тупо стерлась и сожралась вот из-за этого вот из-за этого так сказать грубо говоря извините за мой французский китайцы обосрались в плане размер вот эти вот цилиндрических проставок вот из-за этого у него втулка и сдохла то есть вот такая вот история то есть ребят начали так сказать начали когда эти посадки только вышли на рынок они были в принципе то есть у них процент брака был минимальный то есть принципе хорошие были колеса но со временем того что люди начали покупать эти колеса очень много наверное скорее всего из-за того что у них хорошая цена вот люди люди начали их покупать ну китайцы типа думают подумали то что были надо как-то узко ускоряться то есть у нас не хватает продукции вот и они типа начали уже так сказать просираться с этими деталями вытачил выточними вот такие вот дела ребят сейчас я вам покажу еще одну такую фигню как они тут у нас просверливают отверстие для эксцентрика для оси эксцентрика сейчас я вам покажу разберу вот если конечно камера передаст вот смотрите видите у меня как у меня там конечно грязь вот у меня ровно она выточена то есть ровно ровно идет но в плане то что нету там каких-то извилин и так далее то есть ровно идет выточена ровно вот видите как ровно посмотрите как здесь я выточена то есть это грубо говоря ось свежая вот даже с этой стороны то есть у нее имеется так сказать как будто бы витки резьбы там конечно не видно но вот видите вот 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 и они сверлят и получается это ось до середины до середины видео ну конечно это может быть казаться мелочь то что это типа такой вот метод производства таких осей но они как-то уже теряют качеству понимаете в чем фигня как было раньше то есть там нету никаких грубо говоря грубо говоря таких проблем как с той партии только в ревизии грубо говоря то есть это старая ревизия то есть это я покупал если не ошибаюсь семнадцатом году семнадцатом году колеса покупала и вот этого девятнадцатого года недавно и только вот месяц грубо говоря ты и она не конечно временно катался не тайси потому что друг у него полностью храповое храповая конструкция сдохла ну мне подумал типа ну давай тебе надо . ты покатался хотя бы вот пока мне не сделает токарь новую новую ось из стали да конечно стали это может быть и не закаленная но в принципе пас посмотрим как она будет если она вообще согнется ну если согнется и там пойдет там развал подшипников и вообще все втулки в барабан и вообще вот этого всего ну я буду тогда менять втулку на новотек непосредственно которого вот самые хорошие втулки зарекомендовавшиеся среди велосипедистов плане того что они очень качественные вот вот такие вот дела ребята так что пишите комментарии что вы думаете об этих колесах какие у вас были проблемы с такими колесами может быть это типичные проблемы как вот у меня и моего друга такие вот дела если хотите могу сделать видос точнее обзор моего велосипеда я вы не сейчас не полностью показываю покажу вам чуть где когда я покупал чего и какой велосипед все давайте всем пока ребят с вами был станк рю давайте пока